Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам-ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, очередной понедельник после таких замечательных весенних выходных. Затяжных, я бы даже сказал. Ну всё заканчивается, к сожалению, заканчиваются и выходные. И надо опять возвращаться в реальную действительность. Надо жить, продолжать жить, продолжать работать. Продолжать рассказывать об этом, как надо работать. Вот этим, собственно, мы и займёмся. Ближайший час. Итак, ещё раз я напомню сухой остаток на Финам-ФМ. И в гостях сегодня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор». Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте. И Виталий Крюков, аналитик институтно-финансового дома «Капитал». Добрый вечер, Виталий. Здравствуйте. Наташа, у тебя сегодня, как всегда, непростая миссия. Ты как аналитик и как прекрасная девушка. Сейчас олицаряешь весну, потому что, видишь, минус 10 на улице. Ну хорошо, тогда весной воду я. Да, сегодня весна водишь. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии 6510-99-6, код Москвы 495. Ещё раз я повторю, 6510-99-6. И сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы, как жить дальше. Нам надо сегодня определиться. Тем более, что тема примерно такая сегодняшней программы. Что будет определять настроение игроков на рынке акций, поскольку пришла весна. Ожидания какие-то наверняка, да? Растущие должны быть. Новая жизнь. Весна олицетворяет новую жизнь. Новый подъём на рынке акций. Вот, может быть, с этим будет чем-то связан. Значит, 1806 в Москве. Традиционно я начну с программы с картины маслом. Что происходит на этот момент на финансовых рынках. Ну, наверное, начать надо с пятницы, да? Хотя мы сейчас к ней вернёмся и многократно ещё обсудим. Но, тем не менее, 1550 сделал S&P 500. Как-то, да? 1550 сделал S&P 500. В этом есть магия цифр какая-то. Я, кстати, не специалист в нумерологии, но те, кто этой темой интересуется, здесь наверняка что-то найдут. Но, ближе к историческим максимумам этот индекс. И Dow Jones, как мы знаем, да, уже сделал исторический перехай. Всё это так. Ну, а сегодняшний день, пока через полчаса к нам присоединятся американцы, выглядит следующим образом. Ну, всё так достаточно уверенно и позитивно. Отечественный индикатор RTS прибавляет 0,6% 1542 на моменте. И ММВБ чуть больше процента 1506. Его текущая котировка. Европа тоже умеренно позитивна. Азия также, если говорить о индексе Nikkei 225. Значит, что происходит на сырьевых рынках и на рынке Forex? Ну, нефть марки Brent показывает такую умеренно негативную динамику. Ну, в районе 110, тем не менее, торгуется. 109,5 золота 1580 в моменте за унцию. Ну, и евро-доллар, бедолага. Так он пытался отскочить в пятницу, но не удалось ему это. И сейчас он опять вокруг 1,30 вертится, как пришили его там. Кстати, в этом тоже наверняка есть. 1,30 это ровная циферка. Тоже есть, наверное, магия какая-то. Ну, и основной набор голубых фишек разно направлен. В основном в зеленом цвете, тем не менее. Газпром прибавляет сегодня больше 2%. Чуть больше процента НЛМК, Ростелеком и Сургутнефтегаз. Хуже рынка АвтоВАЗ сегодня торгуется, теряет 2% в моменте. Вот такова картина маслом. Давайте начнем разговор. Что будет определить... Давайте, да, такая немножко, я бы сказал, неконкретная тема. Ну, мы с нее начнем. Наташа, как ты думаешь, что будет определять настроение участников рынка? Ну, как минимум, на ближайшие несколько месяцев. Весенних несколько месяцев. Как ты думаешь? Не, на ближайшие несколько месяцев, мне кажется, тут в первую очередь стоит выделить, скорее, традиционную майскую коррекцию. Потому что, действительно, если... Дождите, март-апрель у нас еще впереди. Минуточку. Если посмотреть на американский рынок, мне кажется, стоит анализировать именно данный рынок, а не российский. Вот, к российскому вернемся позже. Ну, то есть начнем мы с американского рынка. Да, да, конечно. Вот. То на американском рынке мы видим явное преобладание быков, то есть отсутствие, можно сказать, медведей, потому что быки действительно каждый шанс сейчас используют для игры на повышение. И, в принципе, даже вот с учетом отсутствия каких-то хороших новостей, вот, к примеру, сегодня их нет. Но все-таки фиксировать даже полученную прибыль, даже вот эти достигнутые хаи, медведи не спешат. На мой взгляд, конечно, медведи все-таки еще проявят себя и все-таки немного фиксанут уже вот сложившийся рост. Но в целом потенциал роста американского рынка, он еще есть. То есть еще мы увидим новые хаи, как по S&P 500, так и по Dow Jones. Я имею в виду хаи, которые все-таки отличаются от текущих, там, ни на один, ни на два пункта. Все-таки какая-то волна роста, на мой взгляд, еще будет. Я так понимаю, все до мая, да? Это до мая все. Ну, скорее не до мая, а может быть, вот до конца марта, я бы сказала. Вот. Может быть, хаи там поставят в начале апреля, как, в принципе, такое тоже возможно. Где тут конец марта, начало апреля. После этого уже начнется, на мой взгляд, фиксация прибыли, которая традиционно продлится и в мае. Вот. А что касается российского рынка, то, конечно, здесь ситуация намного хуже. То, что мы видим, что на российском рынке фактически роста мы не видим. То есть американский рынок растет, российский рынок либо топчется на месте, либо иногда может вообще упасть. И это уже, я бы сказала, даже никого не удивляет. На российском рынке покупок нет, и я думаю, что их уже, в принципе, ожидать таких активных покупок пока уже и не стоит. Никогда ты, как ты так, закончил, и не стоит. Пока, в ближайшее время, я бы сказала. Я понял. Хорошо. Виталий, свою картину. Я думаю, что глобально за последние месяцы мало что изменилось. То есть глобально мы продолжаем оставаться в таком среднесрочном периоде отрицания риска. Инвесторы, наверное, больше думают не о доходности, потому что доходность там, например, управляющие уже начинают ориентировать своих клиентов на уменьшение риска, на доходность 5-6%. То есть эта доходность в мире считается относительно высокой в условиях низких процентных ставок. Да и клиенты особо не готовы идти на какой-то риск и видят, что ставки в банках на приемлемом уровне можно отнести деньги в банк, положить, иметь процент свой с этого. Поэтому глобально продолжается отрицание риска, не видно перетока капитала из облигаций в акции, не видно сильного притока на российский фондовый рынок, не видно оживлений мировой экономики, есть затухающие темпы роста. Вот последние данные по Китаю, Бразилии, они указывают, что увеличиваются риски в этих странах. Поэтому в целом глобально мало что поменялось, в общем-то, как это было год назад, два года назад. В принципе, продолжаем оставаться вот в таком этапе относительно низких темпов роста, низких процентных ставок, отрицания риска, ну и выбора каких-то отдельных историй на фондовых рынках. А если два слова буквально о Штатах, это не идет в разрез с общей картиной, которую ты нарисовал сейчас? Отрицание риска, да, и такое достаточно умеренное восстановление экономики, и в то же время новые хаи на фондовом рынке. Ну вот знаете, на мой взгляд, это вот американский рынок в глазах инвесторов, это своего рода трежерис, но на фондовом рынке. То есть для инвесторов это бегство в качество все-таки. То есть это как трежерис были, так и вот американский фондовый рынок в последние годы, он превышает по своей динамике остальные рынки. Ну вот, и поэтому здесь противоречия нет, просто есть какие-то качественные истории, вот, есть истории, которые инвесторы особо не принимают пока. То есть если говорить вот, да, о картине, которую ты предложил, и при продолжении той же, да, при той же динамике мировой экономики, опять мы будем говорить о том, что единственная альтернатива, ну и заключение может быть действительно трежерис американский, это американский фондовый рынок, потому что там качество, да, там относительно какая-то стабильность. Глобально сложилась просто определенная совокупность факторов на вот коротком промежутке времени, которые приводят к тому, что капиталы бегут в Америку. Это и относительно низкие цены на энергоносители, это и восстановление промышленности, и рынка жилья, и вот жилищный рынок в последние месяцы, в общем-то, показывает признаки оживления, вот, и увеличивается занятость, и повышаются цены. Вот, поэтому американский рынок, он относительно стабильно выглядит на фоне остальных проблем, хотя и там огромное количество проблем, но они пока просто сейчас не в фокусе, вот на этом промежутке времени американский рынок, это как трежерис для фондовых рынков. Ну и два слова еще напомню, пожалуйста, а российский рынок в этой связи, он, естественно, становится... Ну, российский рынок, он в основном определяется перетоком капитала, видим, что капитал все-таки уходит на другие имиджи-макетсы, пока у нас инвесторы не видят особых инвестиционных идей. Ну, можно выделить то, что вот в ближайшие месяцы будут отсечки там, ну, это... Ну, мы об этом поговорим сейчас, потому что, да, мы поговорим об этом, но глобально Россия, она не выделяется чем-то особенным. Да, низкая оценка фондового рынка, да, это есть, но это исторически было так. Инвесторы в России пытаются играть в отдельные истории, уже даже прогнозировали, перестали прогнозировать динамику всего индекса, уже прогнозируют отдельные акции, вот, и клиентов убеждают покупать именно эти акции и не ориентироваться на индекс в целом. Ну, с технической точки зрения, может, да, Наташа, еще осталась у нас история, когда мы говорим о поддержках, сопротивлениях, ну, относительно индекса. Нет, почему еще говорят все-таки об индексе? Сейчас мы поговорим в новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Тема сегодняшней программы «Весна на рынке акций», что будет определять настроение игроков. Ну, весной вообще хорошее настроение, как правило. Будем надеяться, что и на рынках не будет никакой отрицательной динамики. Итак, сухой остаток на Финам.ФМ и мои гости сегодня. Наталья Елесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор» и Виталий Крюков, аналитик институционного финансового дома «Капитал». Телефон в студии 651099, 6, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну, то, что давайте продолжим разговор. Наташа, у тебя, у меня, тебе, точнее, вопрос по поводу статистики на прошлой неделе, да, ключевых, там много было параметров. Ну, один из них, значит, забавно. У нас был праздник, 8 марта, все радостные, все, естественно, полны дум совершенно не о рынке. А в Америке вон что происходит, да, выходит статистика по рынку труда и начинаются всякие пляски на крови. Прокомментируй, пожалуйста, что там было? Нет, на данной статистике как раз не было никаких плясков на крови. Статистика оказалась крайне позитивной и инвесторов в целом очень даже порадовала. Уровень безработицы неожиданно сократился до 7,7%, что, соответственно, поддержал американский рынок. И поэтому в пятницу как раз Dow Jones в очередной раз переписал максимум исторический и, соответственно, к историческому максимуму приблизился индекс S&P 500. В принципе, хорошая статистика была ожидаема, поскольку еще в среду вышли данные по рынку труда от EDP, поскольку именно на данные от EDP инвесторы ориентируются. Предварительная такая циферка, да? Можно сказать, да, что это какой-то такой предварительный ориентир по официальной статистике. Данные от EDP оказались лучше ожиданий и, соответственно, ожидания по пятничной статистике, по официальной, они повысились. И в итоге статистика, как и ожидалось, оказалась лучше прогноза и, собственно, поддержала мировые фондовые рынки. В общем, значительно все-таки лучше прогнозы, да? Да, конечно. 200 с лишним, все-таки. И российский рынок данную хорошую статистику отыгрывал как раз вот сегодня, в понедельник. Именно поэтому сегодня индекс МВБ открылся в позитивной зоне и, соответственно, смог так хорошо подрасти. То есть превысил отметку 1500 пунктов и оказался даже выше 1515 пунктов. А ты, кстати, следила в пятницу за статистикой по рынку труда Соединенных Штатов Америки? Нет, я уехала в Киев. У них было не до статистики. Ну это здорово, потому что я ждал на тебя ответ, что, конечно, я же аналитик, я обязан. Я подумал бы, боже мой, ну как же можно вот до такой степени? Нет, я решила, что у меня 8 марта, и я могу себе позволить расслабиться. Виталий, а ты наверняка следил. Нет, я тоже праздновал. Это нормально, это нормально. Вот русский народ какой безответственный. Безответственный, да, напилевать им на всю статистику, праздник есть праздник. Кстати, я по поводу нервов, ну, как минимум первоначальная реакция была достаточно неадекватная, что ли, да. И, кстати, если посмотреть, вот как СИП открывался в пятницу, он открылся-то, да, как раз в 17.30, вышла цифра эта, его сливали активно сначала, а потом уже под конец забрались и сделали перехай. Я, собственно, смотрю более пристально за валютным рынком, так там доллар вырос, точнее, на этой статистике против всех валют. На доллар, там другая немного история повлияла, все-таки там рейтинг Италии фич пересмотрела в сторону понижения до B+, и при этом еще прогноз негативный. Ну, соответственно, фич у нас негативно отреагировала на политические события, происходящие в Италии, поскольку все-таки прошедшие парламентские выборы, они не позволяют, в принципе, сформировать новое правительство, которое действительно сможет принимать какие-то решения, а не просто, скажем так, балаболить. Ну, это похоже, да, мы говорили, что это во многое напоминает ситуацию в Греции прошлого года, когда там тоже вот это была история, да, коалицию они еще создавали, никак не могли создать, потом в конечном итоге, давайте заново перебивать. К этому мы можем прийти в Италии, да? Можем, но, соответственно, инвесторы воспримут это негативно, потому что это, получается, нестабильность, непонятно, будет ли Италия придерживаться политики жесткой экономии, временное какое-то правительство, что дальше непонятно. И, конечно, вот европейская история в целом инвесторов, она не радует. И поэтому, в принципе, вот если вернуться к вопросу о выборе рынков, то у инвесторов сейчас не так, я бы сказала, и много возможностей. Если взять Китай и начали говорить о том, что вроде и темп роста у экономики даже лучше прогнозов, но при этом, если Китай продолжит стимулировать экономику, то повысится потребительская инфляция, то стимулировать экономику нельзя, и Китаю придется свернуть какие-то свои программы. Соответственно, Китай сразу пал в глазах инвесторов. Дальше Япония. В Японии с экономикой, в принципе, все плохо. Все падает, и никакого просветления опять же нет. А с иеной что они творят же? Это же неприличие просто. Соответственно, в Японию тоже нельзя инвестировать. Взять Европу — сплошные долговые проблемы. И, в принципе, несмотря на то, что Америка, она, конечно, тоже не идеальна, но все-таки на общем фоне она не так уж и плохая. Потому что, конечно, несмотря на секвестр бюджета, в любом случае в нее будут вкладывать, в любом случае там будут деньги, не будет денег, еще напечатают, и все, в принципе, прекрасно это понимают. Виталий, вот по поводу Китая, Наташа начала. Твои собственные ощущения. Сможет Китай все-таки каким-то образом дополнить стимулу мировых? Дело в том, что Китай уже в продолжительный период времени пытается поменять структуру своей экономики. Дело в том, что у них там порядка до 40% экономики приходится на инвестиции. Они пытаются немножко сменить вектор и перейти на внутренний спрос, но, к сожалению, им это не удается сделать. И мы видим, что доля внутреннего потребления в экономике падает. То есть, к сожалению, вот этот проект по переориентации модели китайской экономики с экспорта на внутренний спрос пока не удался. И последние цифры по Китаю показывают, что рост продолжается за счет инвестиций. Инвестиции выросли очень сильно, то есть там на 20%, даже больше, по-моему. В то время как внутренний спрос отстает, экспорт тоже оставляет желать лучшего. Мы все время говорили, что китайская экономика достаточно своеобразна, учитывая и ментальность и все остальное. А есть ли, может быть, какие-то политические ресурсы для того, чтобы стимулировать внутреннее потребление? Приказ отдан, там же очень просто, мне кажется. Это какой приказ? Покупать всем по 10 бутонов хлеба в неделю? Например, если там с демографией, я тебе хочу сказать, приказами борются по приказному порядку. Уж, наверное, с внутренним спросом как-то не получается? Да вот не получается последние годы. К сожалению, пытаются стимулировать, но, к сожалению, население остается бедным, относительно бедным, хотя и увеличивается поддержка. Но все равно есть очень сильное деление страны на регионы, на восточные провинции, на западные провинции. То есть там отличие кардинальное вообще видно. И модель, она остается экспортно ориентированной, основанной на инвестициях. Кстати, вот в России мы отчасти пытаемся перейти на модель инвестиционного роста, то есть на основе инвестиций. У нас доля инвестиций в экономике порядка 23%, а в Китае это до 40%. То есть у нас есть цель опережающими темпами привлекать инвестиции в экономику, потому что последние годы темпы роста российской экономики были обеспечены внутренним спросом. А внутренний спрос поддерживался кредитами. Вот, так, к сожалению, этот источник иссякает. Поэтому пытаемся как-то вот на основе инвестиций стабилизировать темпы роста экономики. Но экономика, она продолжает падать, я бы сказал. Это видно по перевозкам грузов, это видно по потреблению электроэнергии и по ряду других параметров. То есть снижаются темпы роста внутреннего спроса. То есть мы не перешли на одну модель вроде бы, да, и в то же время уже перестают работать. То есть мы не построили еще дороги, а делаем инновации. Да, привлекаем инвесторов, да, на что их привлекаем, на пустое место получается изначально. Но инвесторы уже все разбежались. Все уже поняли все про нас, да? Ну, я думаю, да. Ну, ты пессимистична, ты после праздников такая или, в принципе, ты сейчас настроена? Нет, ну, просто я настроена. Кстати, робот работает? Робот мой как раз работает. Как раз, не знаю, робот мой как раз работает, да, в отличие от кого? Не важно от кого. Ну, ладно, хорошо. Наташа, ну тебе меня. Подвечат российских инвестиций, которые куда-то делись и совсем даже не работают в России. Ну, то есть причина в этом, да? Вот, на мой взгляд, да, основная проблема России сейчас, и, в принципе, российского фондового рынка, это, конечно, отток капитала. Потому что он не прекращается, идет он просто огромными объемами, деньги все утекают и утекают. Я уже, в принципе, в России на рынке никаких денег, там, не резидентов уже не осталось. Они продолжают утекать. Я уже даже не знаю, там вообще дно есть. Действительно. Когда хотя бы отток закончится за счет того, что, в принципе, уже все, денег нет. Потому что наш российский рынок, если на него посмотреть, то он сейчас скорее мертв, чем жив. И он, ну, действительно, если вспомнить то, что происходило раньше на российском рынке, как он четко следовал за американскими сигналами, да, конечно, российский рынок зависим, но он был, то сейчас вся ликвидность ушла на мировые рынки, в том числе и на американские. Потому что сейчас уже для крупных инвесторов рынок уже наш, ну, чрезвычайно мелок. И, в принципе, работать на российском рынке сейчас, я бы сказала, очень, действительно, некомфортно. Некомфортно, да. Поэтому, в принципе, сейчас на российском рынке, на мой взгляд, зарабатывают уже только спекулянты. То есть какие-то это вот как раз высокочастотные роботы. И роботы, да. Ну, конечно, как в жизни. А в этой ситуации можно говорить еще о том, что утечет весь иностранный капитал с российского рынка, и туда же потечет и наш отечественный, потому что он не увидит здесь никаких перспектив, а вот там эта перспектива более яркая. Ну, наш российский капитал, вот если брать именно там фондовые какие-то площадки, да, он утекает вместе и с мировыми рынками, вместе с мировым капиталом на мировой рынке. То есть пройдет какое-то небольшое время, и у нас вообще не останется здесь денег, инвесторов не останется никаких. Я думаю, наоборот, надо стремиться завоевывать новые ниши на фондовом рынке, пока капитал утекает, рано или поздно он будет притекать. Поэтому пока освобождаются ниши, самое время... Ниши что-то имеют в виду. Пока все становится дешевым, в этом смысле. Ниши в плане того, что, например, инвесторы меньше обращают внимание на какие-то специфические истории, на определенные ниши фондового рынка. Вот, я понял, я понял. Виталик, я тебя прерву, мы сейчас новости послушаем, а потом вот о нишах этих подробно поговорим. Продолжим, уважаемые слушатели, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. В гостях Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании Allor. И Виталий Крюков, аналитикационно-финансового дома Капитал. Обсуждаем текущую ситуацию на рынке акций, на нашем рынке в том числе. И пытаемся понять, а что же движет сейчас, да, движет умами, настроениями инвесторов. В какую сторону вставать-то сейчас? Вверх и вниз. Ты, кстати, Газпром никто не... Робот не шортит Газпром у тебя, Наташа? Нет, ты не проверяешь за ним. Ну, во-первых, у меня робот не на акциях, а на фьючерсах, на РТС и на долларах. Ну, на эту акцию надо смотреть, как на депозит, просто положил деньги, имеешь доходность определенную, там, в год 5-6%, может быть, выше, потому что компания обещает с 2014 года перейти на расчет дивидендных выплат от чистой прибыли по МСФО. Вот это может дать определенную прибавку к прибыльности. Поэтому просто, если есть какие-то деньги, которые можно отложить на долгий срок, то милости просим. В Газпром. Ну, в особых таких спекулятивных... Я бы вот не лез бы с точки зрения спекуляции туда, потому что, на мой взгляд, в принципе, мелкому инвестору очень опасно играть на поле крупных фондов. Вот, потому что... А опасно с какой точки зрения? Ну, понятно, деньги-то все равно не пропадут. Потому что мелкому инвестору всегда приходится идти следовать за движениями этих фондов. То есть он никогда не имеет какого-то преимущества с точки зрения доступа к информации, там, с точки зрения, например, опережения фонда. То есть он не сможет опередить крупные фонды. Да, конечно, у каждого там свой хлеб, там, кто-то какие-то там... Может, там, роботы, может быть, там, по теханализу операции. Но в глобальном плане очень сложно обыграть крупные фонды. И все-таки они формируют рынок. Ну, это понятно. Но, с другой стороны, мы, когда говорим о частном инвестировании, мы же не ставим задачу, там, соревноваться с крупными фондами, с институциональными инвесторами. Мы определяем задачу, ну, я так банально, да, если процитирую, мы определяем задачу, ну, как общего понимания направления движения и присоединения к нему, наверное, и так. Потому что, может быть, мы поздно, да, инвестор частный поздно к нему присоединяется. Ну, в плане глобальных фондов я имею в виду и западный рынок. То есть западный рынок, он тоже влияет там и на наш рынок. То есть ты в итоге оказываешься в позиции собаки, а не поводыря. Просто это вот разная позиция. Поэтому, постоянно вкладывая свои деньги, которые ты там трудишься, вкалываешь, тратишь деньги, да, инвестируешь, и оказавшись в позиции, когда ты не контролируешь риски, хотя бы и не понимаешь вообще, куда ты вкладываешь, это... Ну, вот это, наверное, важнее, да. Не всегда понимаешь, да, собственно, читаешь какую-то статистику, смотришь, да, читаешь новостную ленту, но в любом случае это наверняка... Есть вещи, которые просто для тебя, наверное, не дойдут, когда частного инвестора. Ну, давайте мы сейчас поговорим о том, что, несмотря, Наташа, да, на общий какой-то пессимистичный взгляд на отечественный рынок... На общий, на общий, на общий, не-не-не. Меня только на ближайшее время. А, на ближайшее время. Так, в принципе, если говорить о каком-то более долгом горизонте, то как раз, наоборот, у меня взгляд очень оптимистичный на рынок. Почему? Потому что в любом случае на российский рынок, вот как уже говорил Виталий, капитал вернется. И вот с учетом такой ситуации, которая сейчас там сложилась, американский рынок по индексам он на хаях, а мы непонятно где. В любом случае, участники рынка под эту историю, под недооцененность, причем колоссальную сейчас недооцененность российского рынка, капитал вернется. То есть, на мой взгляд, если брать развитие традиционное, развитие событий для весны, то есть с учетом майской коррекции, соответственно, какого-то летнего затишки, то получается осень на российском рынке тогда может оказаться, я бы сказала, довольно успешной. И все-таки российский рынок еще наверстает и проявит, да. И поэтому любые какие-то заметные спады, на мой взгляд, стоит использовать как раз для наращивания лангов. Прости, пожалуйста, я вот сейчас, да, такая картина противопо... ну, в хорошем смысле, вот есть российский рынок, вот есть американский. Я сейчас себя поставил на позицию российского рынка, и твои слова я перефразирую так. Я стою на американский вот так кулаком машу, мы тебе еще покажем, мы уже тебе зададим еще. Ну, в принципе, это действительно так. Ну, то есть, речь о том, что к осени, ну, там, в какой-то степени, да, к осени этого года как раз у иностранного инвестора может возникнуть, да, аппетит, ну, к российскому рынку в частности, аппетит риску в целом, может быть. Ну, конечно, с учетом того, что американский рынок, он все-таки перегрет, и он фундаментально, он не отвечает той ситуации, которая сейчас действительно сложилась в американской экономике. Просто сейчас у инвесторов особо нет выбора, но все-таки, на мой взгляд, инвесторы будут рассматривать в будущем и другие рынки именно из-за перегретости американского рынка. То есть, в этом причина ключевая, не в том, что мы, видалик, смотри, вот мы только что обсуждали, да, почему неинтересен российский рынок, ну, и в том числе. В том числе и потому, что здесь у нас, да, проблемы с инфраструктурой, у нас проблемы, да, с привлекательностью этих самых инвестиций. Вот, то есть, если бы появились какие-то, да, идеи, которые привлекли бы, он, наверное, сюда побежал бы. А, с другой стороны, этих идей все равно не появилось, но, учитывая, что там уже неинтересно, да, иностранному инвестору, он скажет, ну, давай, ладно, я. Даже на российский пойду. Вот так можно. Был бы капитал, идеи всегда найдутся. Здесь найдутся, даже на нашем рынке, да. Конечно. Мы в поиске идей как раз прервались на вторые новости, давай продолжим эту нишу. Ну, вот посмотрите, мне кажется, просто надо мелкому инвестору, учитывая то, что опережет он капиталом не очень большим, и, в принципе, он может позволить себе вкладывать в те истории, куда крупный фонд просто не влезет. Потому что крупный фонд большой, у него огромные средства, а мелкий инвестор, он может купить какие-то нишевые истории определенные, вот, в которые он верит. То есть инвестор должен понимать, что он покупает не там, не бумажку какую-то, да, он покупает долю в бизнесе, да, и он должен подходить к инвестированию с точки зрения оценки стоимости этого бизнеса. То есть он покупает некую стоимость, да, вот, и поэтому это... Извини, пожалуйста, вот это как раз принципиальная разница, мне кажется, да, между инвестиционной идеей, ну, такой фундаментальной... То есть покупать цену и покупать стоимость, это вот разные вещи просто. Да, разные вещи, конечно. И инвесторы это не очень понимают и в основном смотрят на цену. На цену, вот он туда-сюда бегает, да здесь я купил... И вот он пытается гоняться за этой ценой. А вот нишевые истории, они остаются за гранью взгляда инвестора, и тем более, что инвестор, вот он открывает газету, там, включает телевизор, ему сыплется кризис, 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 завтра кризис, все, значит, и он, значит, что ему делать? На депозит деньги отнесли... Ну, сохранить, да. Ну, как-то, да. Уберечь свой капитал. Какая-то доходность есть, да. Если есть. Вот, и оставляют за бортом определенные истории, а они, в принципе, есть, то есть можно там... И в кризис том числе, да? В самых ликвидных историях выделить определенные там идеи, вот, и в том же самом вот у нас была отдельная передача про RTS Board, когда мы подробно говорили про эти истории, но я думаю, что мы еще одну сделаем передачу в будущем, да, потому что там истории копятся, и тем более идут вот отсечки, они были там и в марте, и в апреле, и в мае будут, да. И под эти отсечки можно покупать определенные нишевые истории, вот. Доходность привлекательная, учитывая то, что, в принципе, эти акции уже выросли на ожиданиях, все равно там потенциал роста остается, вот. Поэтому истории, они всегда есть, и вот мелким инвесторам, они, мелкие инвесторы должны использовать свое преимущество перед крупными фондами. Именно потому что они мелкие. Да. Вот это, вот это, то, что у них мало денег, это их большое преимущество. Парадоксально, с другой стороны посмотрели, да, с одной стороны, когда мы говорим вот о рынке основном, там действительно крупные акулы, это крупные акулы, с ней бессмысленно бороться, и, соответственно, твои возможности там, да, много ниже. А есть, оказывается, вот не совсем популярные, но в то же время здесь как раз небольшой капитал, это преимущественно. Ты только с голубыми фишками работаешь, насколько я помню. Ну, скорее, да. Преимущественно. Больше ликвидные бумаги. Вопрос тебе по Сбербанку, где будет, когда будет, точнее, выше 110, его спрашивает у нас, товарищи, и будет ли, в принципе, потому что я... Не, ну, 110, это, мне кажется, слишком. Это слишком. Пока это слишком оптимистично, на мой взгляд. Ну, то есть вот коррекция, да, которая началась на прошлой неделе, сейчас немножко он встал на 106, да, она может продолжиться еще ниже. Ну, мне кажется, он должен немножечко еще припасть, потому что все-таки вот сегодня уже никаких новостей в США не ожидается, завтра, соответственно, тоже никакой важности... Ну, да, там очень мало событий, какие ожидаются на этой неделе. И на этом фоне, в принципе, американский рынок немножечко в рост может как-то застопориться. И это, соответственно, может помешать там Сберу, в частности, какие-то новые мощные хаи показать. Но все-таки вот интересная история в плане нового главы Центробанка произошла, вот на мой взгляд, на прошлой неделе. Снизились риски, которые сейчас, в принципе, были присущи российскому рублю. Это все-таки тоже как-то поддерживает российский фондовый рынок, потому что... Снизились почему? Более иная политика? Ну, если можно, поподробнее об этом расскажи. Путин на прошлой неделе заявил о том, что, в принципе, он уже нашел новую, скажем так, главу ЦБ. Поскольку нынешний глава ЦБ уже несколько сроков занимал данный пост. И, соответственно, по нашему законодательству фактически должен уйти в отставку, скажем так. И, соответственно, глава ЦБ должен смениться. И было непонятно, кто будет новым главой ЦБ, как изменится политика ЦБ. То, что, в принципе, сейчас на ЦБ и РФ было возложено очень много функций. В частности, соответственно, стимулирование экономики. И если бы пришел новый глава ЦБ, соответственно, который сказал бы, это не моя задача, не задача ЦБ. И, соответственно, стимулировать экономику я не буду. Ну, действительно, потому что это не основная функция ЦБ. И вот было непонятно, что будет дальше. И, соответственно, это вносило определенные риски как в российский рубль, так и, соответственно, в российский фондовый рынок. Но вот, соответственно, в своей речи, скажем так, президент РФ повторил основные моменты, которых сейчас придерживается глава ЦБ РФ. И, соответственно, в целом наш Банк России. Поэтому, в принципе, никаких изменений, соответственно, с приходом нового главы ЦБ уже не ожидается. И поэтому это вот внесло такую хорошую довольно стабильность сейчас там и в российский рубль, и, в принципе, в российский фондовый рынок. Что этот момент такой интересный. Это интересный, важный, да. Ну, и мы в очередной раз повторяем то, что именно отсутствие, даже нехорошая и неплохая новость, по большому счету, не важна, а важна стабильность. Правильно? Даже это... Да вот чрезмерная стабильность у нас какая-то, она уже в какую-то апатию превращается, если честно. Ну, смотри, сравните. У нас и в экономике стабильность, и на фондовом рынке стабильность. Ну, и на кладбище стабильность тоже. Стабильно плохо. Стабильно всегда все. Бывает стабильно хорошо, бывает стабильно плохо. Я понял. Ну, возвращаясь, тем не менее, к разговоре о рубле, вот сейчас, наверное, да, с прошлой недели, 30-80, его верхняя граница, 30-80. Если ты... То есть риски, да, волатильности какой-то в этой паре, они сняты сейчас, вот, учитывая то, что ты рассказала сейчас. Да, действительно, риски понизились, но еще 15 марта будет заседание ЦБРФ по ставкам, поэтому тоже, в принципе, вносим. Есть какую-то неопределенность, потому что... Нет нервозности, да? Да, действительно, потому что ЦБРФ, вот, непонятно, простимулирует ли все-таки в этот раз он экономику или нет. Но понятное дело, что ставки ЦБРФ не повысят, потому что... Простимулирует снижением... Да, вот вопрос, простимулирует ли он снижением ставки, потому что, если, соответственно, ставка будет понижена, то российский рубль, соответственно, немножечко все-таки придется... Припадет еще. Да, немножечко упасть. Ну и, соответственно, для российского фондового рынка это будет позитив. Это будет позитив. Виталь, ну, наверное, уже не успеешь ты ответить. Я, тем не менее, озвучу вопрос. Вот сейчас рубль стабилен или нет, как ты считаешь? Да нет, конечно. Это вообще не очень стабильная валюта. В принципе, да? В предыдущие годы, в принципе. Я объясню, почему. Сейчас мы послушаем новости, потом послушаем тебя. Новости на финал. Ну что ж, последняя часть нашей программы. Мы продолжаем эфир сухого остатка. И, Виталий, ушли мы на новости. Перебив тебя, на самом интересном месте, не дав тебе договорить. Собственно, рубль, валюта нестабильная, в принципе, ты считаешь? Да, я начну с того, что базовые вещи. Что придает валюте стабильность? Это сильный торговый баланс. То есть, это профицит по счету текущих операций. Плюс высокие процентные ставки. И у нас это есть, в принципе, у нас и профицитный баланс. Есть отток капитала, понятное дело. И все это еще происходит на фоне того, что в мире печатаются деньги. У нас все-таки пока еще мы не выросли до этого. Совесть есть еще совесть. Поэтому, относительно других валют, конечно, рубль смотрится по этим формальным критериям, он смотрится сильно. Но это и есть наша слабая сторона. Торговый баланс. Это экспорт, по сути, нефти, газа, металлов. Здесь мы уже не видим тех темпов роста, которые были до кризиса. Поэтому это уже не поддерживает экономику саму. И формально остается, конечно, там профицит. То есть, в этом парадокс, да? Высокие цены на сырье, а экономика у нас падает, тем не снижается. При этом высокие процентные ставки, они душат экономику тоже. Они способствуют тому, что валюта сильная, но одновременно с этим и душат экономику. Сдерживают инфляцию, вроде, да? Поэтому здесь должен быть баланс, и это вот политика ЦБ как раз на инфляцию ориентирована должна быть. Поэтому, по сути, экономика зависит от экспорта, а экспорт, он не стабилен, он не может быть стабилен, в принципе. Тем более, вступление в ВТО, еще один мощный фактор, то, что мы постепенно продолжаем проигрывать конкурентоспособности своей. Конкурентоспособность российской экономики падает, несмотря на то, что принимаются меры, принимаются программы. Но, к сожалению, мы проиграем именно в этой ключевой битве. Проиграем в ключевой битве мы. Ну и, на самом деле, если говорить о курсе доллара к рублю, как минимум, да, все-таки, исходя из твоих слов, скорее всего, он будет слабеть все же, да? Правильно понимаю? Знаете, мне кажется, это такая тема игры в валюту, она не очень благодарная, потому что курс в любом случае регулируется ЦБ. Вот, если там для поддержания экономики надо будет ослабить рубль, тем более, что политика ЦБ это постепенный переход к свободному плаванию валюты. Вот, то есть, ЦБ уже регулятор в меньшей степени будет вмешиваться в рынок, вот, и пытаться регулировать его, как это было до кризиса. И уже очевидно, что при падении там сырьевых цен ЦБ не будет сдерживать падение валюты, то есть рубль будет падать очень сильно. Вот, поэтому здесь это все, в общем-то, так, сшито белыми, один-таки. Понятно. Ну, мы просто традиционно, даже отвечая на вопросы, даже вопросы интересуют наших слушателей, да, что будет с рублем и в какой валюте хранить сбережения, я уж просто их не озвучиваю ежедневно, потому что это, с одной стороны, да, они уже набили оскобину эти вопросы, а с другой стороны, ну, это понятно. Ну, трёхустрани, да, они всегда будут интересовать население. Конечно, конечно, конечно. Вот, каждый день, ну, понятно, поскольку программа ежедневная, у нас, может быть, кардинально не меняется ситуация от дня к дню, да, если мы ходили раз в месяц, наверное, это было самое интересное, самое актуальное, вот, да, что-то за месяц наверняка изменилось, и, а что сейчас делать, а что сейчас делать? Вот, собственно, пытаюсь ответить на эти вопросы. Есть вопрос, кстати, по перспективам акций банка ВТБ. Наташа. Ну, по отношению к банку ВТБ у меня, в принципе, всегда был довольно пессимистичный взгляд на ситуацию, потому что всё-таки перед ВТБ стоит вопрос, соответственно, приватизации, и причём приватизации не путём продажи уже существующего пакета бумаг, а, соответственно, доп. эмиссия. А доп. эмиссия, это получается что? С одной стороны, конечно, да, у банка появятся, соответственно, какие-то там новые средства, будут проданы всё-таки новые бумаги, и, соответственно, выручка от их продажи, ну, скажем так, выручка, она пойдёт именно на баланс ВТБ, а не как в случае, если бы государство продало бы там часть своего пакета, то, соответственно, там, это полученные средства, они пошли бы в гос. там, бюджет. Вот. С одной стороны, это, конечно, хорошо для банка ВТБ, потому что всё-таки банк до сих пор после истории даже с банком Москвы-то ещё не восстановился. Но, с другой стороны, путём доп. эмиссии происходит сразу что? Доли миноритариев сильно размываются, и, в принципе, уже банк ВТБ становится всё менее и менее, я бы сказала, интересен. Так же непонятно ещё. Опять с точки зрения вот частного инвестора, да? Да, конечно. С точки зрения ещё непонятно, кому будут размещены эти акции, поскольку найдутся ли инвесторы, то есть по какой цене это всё будет. Конечно, сейчас акции ВТБ стоят уже, ну, в принципе, да, действительно, они очень дёшевы, но всё-таки входить в бумаги даже по текущим ценам я бы не рекомендовала. Акции Сбербанка смотрятся в разы привлекательнее, акции ВТБ. Если говорить о довольно, ну, хотя бы о среднесрочном инвестировании, то однозначно акции Сбербанка. Если сравнивать, да, две позиции, то это акции Сбербанка. Я понял. Виталий, твоя тема, если можно, освети, пожалуйста. Что происходит на рынке сырья и нефти, прежде всего? Вот Brent стоит практически, можно сказать, уже некоторое время в районе 110, не снижается, не растёт. Что влияет на это? На рынке нефти краткосрочно происходит регулирование, в принципе. То есть мы видим, что ОПЕК всячески пытается регулировать рынок нефти. Регулировать цену, да? Нет, регулировать объём предложений, видя то, что в Соединённых Штатах добыча нефти продолжает стремительный рост, увеличивается там добыча уже, ну, мы уже говорили, она превысила 7 миллионов баррелей в сутки. И вот, и в целом идёт рост сильный там и в Канаде. Ну, в общем, дефицита нефти в мире нет. Вот. Поэтому ОПЕК пытается регулировать предложения, то снижая поставки, то увеличивая, когда есть периоды определённые запасы, в принципе, в развитых странах на высоком уровне. Вот. Есть определённые перебои в поставках нефти с Северного моря. Это всё поддерживает бренд. Вот. То есть есть разные векторные факторы, которые на коротком горизонте приводят к тому, что просто нефть стабилизировалась на определённом уровне, и она держит. То есть есть интересы и поставщиков нефти, есть и потребителей, и они где-то вот балансируются примерно на текущих отметках. Вот. Но глава... Глобально, вот если говорить, то изменения на рынке нефти происходят кардинальные, конечно. Вот. Это и показывает вот последний Женевский автосалон, на котором были поставлены более экономичные машины, и тренд последних лет это производить там двигатели, которые потребляют меньше топлива, то есть на 100 километров пробега, например. Топливо именно основано... Да, бензин там, дизельное топливо. А нефть это нишевый товар. Это транспорт, то есть это вот машины там, перевозки грузов. Вы говорили, да, если бы вдруг представить вот эту революцию, да, что кто-то придумал какой-то другой... Кто-то придумал, например, там, газовое топливо, да. Но мы постепенно видим, что всё-таки вот машины, они более экономичные делаются. Понятное дело, что это не произойдёт за один, два, три года, даже пять лет. То есть для этого требуется определённый период времени. Но я думаю, что к 20-му году картина будет иной. То есть мы вот с вами встретимся, ну вот ощущение такое, что примерно горизонт, который нужен будет потребителям и производителям, чтобы освоить там и может быть там газовое топливо и придумать какие-то ещё нишевые топлива. Но нефть, как вот транспортное топливо, на мой взгляд, постепенно будет терять конкретно способность, если она будет оставаться на текущих ценовых уровнях. И вот, ну представим, да, 20-й год, мы встретились, естественно, сухой остаток у нас, как всегда, 8 марта прошёл 2020 года. И какова ситуация на рынке нефти? Её в принципе нет? Знаете, во-первых, мировой баланс, он будет другой, то есть я думаю, что будет опережающий рост доли газа, даже позитивно смотрю на уголь, потому что, на мой взгляд, потребители руководствуются в конечном итоге, ну, скажем так, выгодой для себя. То есть есть там вред для экологии, но если это выгодно делать, потребители это выгодно делать. В общем-то, да. То есть вот эти товары, они подтянутся к нефти. То есть думаю, что вот такие спреды, которые у нас есть сегодня, они на рекордно высоком уровне, в принципе, остаются последние годы, там есть сужение, но всё равно. Вот я бы на долгий срок делал ставку там на газ, уголь, может быть, уран против нефти. Понятно. Именно на сужение, да, это разница, на сужение справедливости. Кстати, по поводу атомного топлива, опять вчера, по-моему, где-то в новостях, ну, наверное, это ещё не принципиально, но тем не менее в Европе уже, да, ребята выходят и кричат. Тем более, что годовщина трагедии, да, два года назад, помните? Да, в Шима, да. Да, да, да. И в Европе уже есть активные абсолютно люди, которые выходят и кричат, что нет, надо запретить, надо запретить. Но атомная генерация, она просто в основном будет определяться Китаем и Индией, потому что все новые проекты крупные, они в Азии. А в Соединённых Штатах всё равно остаётся аппетит на атомную энергию, вот, но центры роста — это вот азиатский рынок. В Китае после аварии были определённые там трения, но сейчас мы видим, что планы остаётся прежними. Видим просто подход иной. Мне кажется, в плане вот атомной энергии, это, мне кажется, побольше всё-таки горизонта инвестирования. Если говорить там о 2020 году, то да, согласна, что действительно от нефти как-то будут немножечко отходить. Пытаться, да? Да, пытаться отойти за это время, но то, что действительно нефть слишком дорога по отношению к другим видам ресурсов, энергоресурсов. Но атомное топливо на этот уровень ещё не выйдет, да? Ну, на мой взгляд, нет, это всё-таки слишком, с учётом протестов, которые, в принципе, имеются против атомной энергетики, то, соответственно, это понадобится побольше какой-то временной горизонт, и сначала всё-таки потребители возьмут то, что лежит рядом. То, что не в таком запрете. Спасибо. Спасибо. Ну, поживём-увидим, собственно. Жизнь продолжается, это самое главное. Уважаемые слушатели, я благодарю моих гостей. Наталья Елесина, Виталий Крюков. Спасибо, что вы нашли сегодня время посетить сухой остаток. Вам я напоминаю, что мы встретимся, естественно, завтра, и будем продолжать рассуждать на эту же тему. Всего хорошего. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok